Bottom line, как говорится, из этой новости, то, что даже аферист с 20-летним стажем Александр Петров признал, что студенческий лохотрон полностью заканчивается, оператор машинного доения присутствует, пожалуйста, подавайтесь, вы набираете 65 баллов, нет вопросов. С вас берут несколько тысяч долларов, подаются, якобы, и вы получаете преспокойный отказ. Последний осиновый кол, даже не гвоздь в гроб, а просто осиновый кол в дьявольское сердце всех аферистов от обучения, а именно Александра Петрова, Вадима Герасимова и прочих-то, в Нью-Зиланде есть Дениска. Всем привет, друзья, с вами Алексей и YouTube канал Австралия Рулит, где мы говорим об иммиграции и о новых тенденциях и новостях, которые влияют на ваше иммиграционное решение. Ну что ж, друзья, у нас сегодня ряд новостей и очень важных, я бы сказал, новостей. Новость первая. Новая программа, да, как у вас некоторые дети на YouTube говорят, хорошие новости, новая программа. Так вот, новая программа, новое соглашение о Walking Holiday с Филиппинами вступает в силу с 1 июля, то есть через буквально несколько дней. Австралия включила Филиппины в визовую программу Walking Holiday Maker. Это новый порядок получения виз для работы и отдыха позволит филиппинцам и австралийцам наслаждаться 12-месячным отпуском в стране друг друга, в течение которого они смогут работать и учиться. Друзья, вот такая новость, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, а то, что я по этому поводу думаю, я вам сейчас скажу. Друзья, знаете, вот эта Walking Holiday программа, она существовала, я не знаю, годы. Традиционно страны СНГ не были в нее включены и всегда муссировались случаи, что когда включат и так далее. Друзья, вы скажете, а какое отношение это имеет к русскоязычным? Прямое, друзья, например, в первую очередь, если какие-то квоты выделяются филиппинцам, на минуточку я напоминаю, что у филиппинцев у всех отличный английский язык, так как он государственный и учат они его с младенчества. Так вот, если какие-то квоты отходят филиппинцам, причем ежегодные квоты, да, то где-то по закону сохранения энергии их урезают. А урезают их где? Правильно, на всех других визовых направлениях. Напишите в комментариях, что вы по этому думаете и как вам эта новость. И да, да, очередные после, вы помните, программы о взаимном обмене студентами вышли с Индией, с Китаем. И вот, пожалуйста, филиппинцы включены в программу Locking Holiday и, к сожалению, им отходят квоты. Далее, друзья, бомбическая новость. Помните наш старый друг, аферист Александр Петров на ютубе? Он записал видео, пожалуйста, пройдите сами, посмотрите. Я сам на 1.75 скорости посмотрел, прислали сотрудники ссылочку. Слушайте, бомба, бомба. Вы, наверное, знаете, что с 1 июля, опять же, через несколько дней, введены нововведения, а именно ограничения, а именно полный запрет на подачу на туристические визы, а на студенческие визы постоянно путают с туристических виз. Кто не видел, посмотрите предыдущие видео. Там четко об этом я по пальцам разложил и объяснил. И я тогда сказал, что это последний осиновый кол, даже не гвоздь в гроб, а просто осиновый кол в дьявольское сердце всех аферистов от обучения, а именно Александра Петрова, Вадима Герасимова и прочих-то. В Нью-Зиланде есть Дениска. Все, у них бизнес полностью накрывается. Почему я это объяснил? Потому что визы будут полны либо отказ, либо вообще податься на студенческие визы будет нельзя. Так вот, прошло буквально несколько дней, и Александр Петров фактически подтверждает, что бизнес накрылся, что учебных виз будет меньшинство. Это цитата из его видео, о котором я сейчас говорю. И он поехал в Москву, и там якобы вещает со своим старым подельником, которые, так сказать, они лохотронили вместе. Я не хочу вдаваться в подробности ненужные. Но суть в том, что аферист от обучения с 20-летним стажем, Александр Петров, признает, дальше цитата, что учебных виз теперь будет меньшинство. И как бы мы перепрофилируемся на все другие типы виз, там, рабочие и так далее, и так далее, и так далее, которые, естественно, вероятность получить ноль для русскоязычных. Ну, суть в том, что он якобы вот это вот так анонсирует, да, теперь у него подельник сидит в Москве. Но, bottom line, как говорится, из этой новости, то, что даже аферист с 20-летним стажем Александр Петров признал, что студенческий лохотрон полностью заканчивается, и, соответственно, жить-то надо как-то, соответственно, он переключается на лохотрон по всем другим, по другому спектру виз, то есть, который я уже назвал рабочие, подтверждения и прочее, 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 прочее. Есть-то надо что-то. Кстати, Вадим Герасимов, другой аферист на ютубе от, опять же, образования в Австралии, от данного лохотрона, тоже сейчас находится в России. Представляете, какое совпадение! Тоже осознал, что бизнес, бизнес, бизнесу, ну, у него он и не начинался никогда, что бизнес, так сказать, приказал долго жить, и, соответственно, он сейчас тоже, вот, 100%, давайте, я могу поставить деньги, что сейчас будет, как у Петрова, собственно, расширение деятельности, то есть, не будет преподаваться, как, что есть на самом деле, все теперь, студенчество накрылось, переезд через обучение, будем лохотронить теперь по другим визам, по другому спектру виз. Нет, это преподается как расширение деятельности. Естественно, подельник в Москве будет называться визовый центр. Я на скорости 1.75 смотрел, там именно к этому и идет, что теперь вам будут оформлять документы прямо в Москве, то есть визовый центр. И это напоминает Толика, да, всем известного столицы мира, в Америке то же самое, лохотронит, значит, у него там по четверть миллиона просмотров, в комментариях один негатив, что ты лохотронщик, у тебя в визовом центре в России полностью идут отказы на визы в Америку, он, естественно, ему это по барабану, все, деньги продолжают собирать. Значит, здесь то же самое, зачем им далеко было ходить, копирует своих более успешных подельников из коллег, аферистов из Америки, сейчас будут, вот я вам точно говорю, собственно, у Вадима уже есть какие-то там представители в Астане, в Казахстане, и в Москве, и в Петербурге, с кем-то он встречается, я уверяю вас, сейчас будет анонсирована хорошая новость у Вадима, как сейчас это сделал Александр Петров, у нас открывается визовый центр, который поможет вам получить в Австралии любую визу, какую вы только пожелаете. Точнее, а я бы добавил, получить отказ. По любой визе, которую вы хотите, от таланты, пожалуйста. Вы талант, вы виртуозный оператор машинного доения. Конечно, подавайтесь к нам, скажет вам Вадим и Александр Петров. Конечно, подавайте. Пожалуйста, несколько тысяч долларов заплатите. Я объясняю, как работает Лохотрон. Вы, как дурачок, платите, потому что вам же сказали, что да, вот, пожалуйста, предъявили вам номинации, предъявили список профессий. Вот, пожалуйста, оператор машинного доения присутствует. Пожалуйста, подавайтесь. Вы набираете 65 баллов. Нет вопросов. С вас берут несколько тысяч долларов, подаются, якобы, и вы получаете преспокойный отказ. Вот такой бизнес на отказах. Я миллион раз это уже говорил. И другой аферист, Сидни Виза, да, иммиграционный агент уже, подельник Владика, у которого он фигурирует в видео еженедельно, естественно, вторит, что, цитата, подтверждение специальности, Виза 189, отличные новости, он апеллирует к раунду приглашений, которые опубликованы там, якобы, список огромных профессий, от плиточников, мозаичников, плотников, и до там, айтишников, бухгалтеров, и прочих операторов машинного доения. И он вас зазывает, естественно, тоже подаваться на визу 189, опять бизнес на отказах. Почему? Я объяснял в предыдущих видео, обязательно посмотрите, там на пальцах. Вкратце, суть в том, что все квоты, да, опять все упирается в квоты, квоты отходят американцам, англичанам, канадцам, ирландцам, да, то есть людям, у которых нейтив, английский язык, и в большинстве случаев профессии не надо подтверждать, она полностью recognizable в Австралии, для австралийского работодателя. То есть, соответственно, работодателю пройти через подтверждение и всякие перипетии, чтобы завести вас, либо просто взять американца, англичанина или ирландца. У нас их как грязи, посмотрите, как я уже говорил, официанты, все англичане, в офисах сидят просто отделы американцев, прочих европейцев, англичан, а уж ирландцы, просто заходишь на любую стройку, там одни ирландцы, потому что в Ирландии полная жопа с экономикой, и там, естественно, люди пытаются переехать к нам в Австралию, потому что для них это нравится. Наши зарплаты, я напоминаю на секундочку, выше, чем в Америке, выше, чем в Англии, и выше, чем, уж тем более, они выше, чем в Ирландии. Я сейчас говорю о минимальных зарплатах, от которых рассчитывает свои зарплаты тот малый бизнес, о которых идет речь в данных рабочих визах, и все, что с этим связано. Виза 189, и все эти номинации, это малый бизнес. Вот вам, пожалуйста. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, и резюме. А резюме в том, что, а что же работает? Мне спрашивают, а вот, что же, не осталось никакого приемлемого, в том числе, и бюджетного способа иммиграции в Австралию. Конечно, осталось, всегда было, есть, есть и будет. Что? Правильно, беженство. И вот с беженством я работаю 27 лет, находясь в этой стране, пожалуйста, обращайтесь к нам по ссылкам в описании, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там все наши контакты, мы всегда будем рады помочь. Всем спасибо, пока, peace. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok